Привет, я Эрик Шоков и уже в течение двух недель я нахожусь в стране, которая называется Грузия. Здесь 33 градуса прямо сейчас или может быть даже больше. Ходить в штанах здесь нарушение, здесь все в шортах, но я буду пытаться это делать в штанах. Здесь очень жарко, нереально, нереально, вот просто нереально. Но это не исключая того факта, что здесь можно жить и здесь можно покупать машины. Вообще, как эта вся ситуация произошла? Я сначала сюда приехал на месяц и решил взять машину в аренду. Ну а зачем покупать? Я еще дурак, что ли? Посмотрел все машины в аренду и просто нет ничего подходящего. Ладно, может быть есть кардшеринг. Есть один, но он меня заблокировал. В итоге я понял, что ни в аренде, ни в кардшеринге мне не везет. А что если купить машину здесь? Я подумал, мои первые машины были именно здесь. Помните мою первую? Это Е60 BMW. Именно благодаря этой машине я научился водить машину. Второе, я научился понимать, что такое BMW и как ее нужно ремонтировать. И вообще, что такое машина? Раньше я вообще ими не интересовался. Поэтому Е60 сыграла мою первую роль в карьере автоблогера в ВКСе. И вторая, самая важная машина, которую я купил. Это BMW E39. Это та самая машина, в которую я влетел. На Е60 я влетел в E39, которую я купил. Это легендарная история аварии, после которой мне пришлось купить машину. Но самое интересное, что именно эта Е39 стала легендарным шоу на канале. BMW Азимов. Более миллиона просмотров. Это нечто. Правда. Никто не мог предположить, что на CSGO канале будет популярен контент, где ремонтируют машину и делают из нее BMW Азимов. Это было, правда, легендарно. Это попадет в историю канала и моей жизни. Потом я уже переезжаю в Россию, покупаю там шестерку BMW. Это опять третья BMW. Дальше четвертая машина это Жигули, где я делаю из нее Dragon Lore. Ну и пятая машина подряд. Это BMW M5 F90. То есть у меня из пяти машин четыре BMW. Это полный бред. Понятное дело, шестую машину брать еще раз BMW, но это тупизм. Но я сделал этот мув. И я купил в шестую раз подряд марку под названием BMW. Да, это снова BMW. И на этот раз это уже M4. Да, я пересел с M5 F90 2019 года на M4 2014 года. Понятное дело, что это, возможно, для кого-то покажется неадекватным мувом. Но я вам сейчас скажу плюсы и минусы этой машины, из-за которых я решил это сделать. Давайте начнем с того, что эта машина стоит в три раза дешевле M5 F90. Но разница в силах 125 штук. Здесь как минимум 500 сил. Потому что она на втором стейдже. Тут есть какие-то всякие ништяки, которые увеличат ее мощность. Но цена остается в три раза дешевле. Как вы понимаете, Грузия это страна BMW. Здесь эта марка является культом. Почти каждый второй здесь катается на BMW. И поэтому, чем больше машин, чем больше тюнинга, чем больше привезенных машин из США, здесь они стоят дешевле. Если взять эту машину прямо сейчас и перевести в рубли, я потратил на нее 2,5 миллиона рублей. Возможно, для кого-то покажется это большая сумма, но для M4 это очень мало. Я зайду сейчас на вторую, и это не реклама. Сейчас самый-самый дешевый вариант M4 в СНГ, не то что в России, в СНГ, стоит 3,5 миллиона рублей. То есть у нас уже есть миллион рублей просто в выигрыше. Вы спросите, миллион рублей, Эрик, это огромные деньги, можно купить машину еще отдельную за эти деньги. Да, подвох в чем-то есть. Это правда, он есть. Грузия развеет очень сильно бизнес, который называется перепродажа машин. Но перепродают не грузинские машины, а перепродают американские. Что это означает? В США проводится аукцион, где продается битая машина. И грузины заходят на этот сайт, заказывают эту машину и перепродают, ремонтируя эти машины в Грузии. Ценники на этих машинах очень сильно маленькие на аукционе. А здесь можно их поднять и заработать разницу. Прямо сейчас я стою у той двери, у того крыла, которое было битым. Понятное дело, звучит ужасно. Эрик, только купил битую машину. Ты что, издеваешься? Еще и М4? Да, все в порядке. Есть такой момент, как нормально битая машина. То есть, если ее ударили бы в мотор, и она была бы не на ходу, понятное дело, тут уже опасно, тут уже задуматься. Блин, она может встать. Может быть, она какая-то проблемная, но нет. Если купить адекватную машину, после увиденных фоток с ДТП ты поймешь, что все в порядке, это нормально. К тому же, прямо сейчас я вам покажу фотку битой этой машины. Именно в эту сторону. Ну, согласитесь, там не особо сильный удар, чтобы сказать, Эрик, не надо ее брать. Это можно сделать, и это уже сделали, и это хорошо сделали. Поэтому мы этот факт забудем. Для примера я вам сейчас покажу машину, которую тоже продают прямо сейчас в Грузии, и по этому же ценнику. Красиво выглядит машина, согласитесь. Красивая, красненькая такая. Но! Сейчас я вам покажу фотку из аукциона из США. Она была максимально битой. Там написан параметр, она была не на ходу. Это была всегда на ходу. Поэтому, понятное дело, брать тот вариант не очень сильно советую. Потому что она пережила намного страшные последствия. Окей, мы заработали миллион рублей на том, что она стоит дешевле, чем в России. Что дальше? Когда ты покупаешь машину в России, ты платишь еще за количество сил. Каждая сила — это 150 рублей. Каждый год ты платишь эту сумму. Плюс еще обязательно страховка. Момент в Грузии особен. Здесь ты не плачешь никакой налог за машину. Хоть ты купи Бугатти полторы тысячи сил, у тебя будет всегда налог ноль. А насчет страховки? Здесь ни у кого нет страховки. Ее можно сделать, но ее никто не делает. Поэтому вы понимаете, что обслуживание ежегодной машины здесь опускается просто к нулю. Остается только заправиться, сделать ТО, и на этом все. Поэтому присутствие этой машины в Грузии для меня будет как инвестиция на то, что я не буду кататься на такси, либо искать кошельки, где я заблокирован. Я просто буду кататься на своей машине. Она будет для меня настоящей грузинской машиной, которая останется здесь на очень долгое время. Потому что я не думаю, что мне М4 надоест. Если вы помните Е60, у меня были уже тогда прикольные номера. Они назывались Эш 013К. Если проявить 3 IQ, то можно понять, что если это сложить, получится шоке. Они стоили в тот момент 100 долларов. Но сейчас у меня номера чуть-чуть получили апгрейд. И такие номера в Грузии можно сделать официально. Это легальные номера, которые находятся в базе данных. Цена такого вопроса 3000 долларов. И зато ты теперь всю жизнь будешь кататься на таких номерах. Можно сделать абсолютно любое слово на номере до 10 букв. Но самое интересное, там должна быть одна цифра. И мне очень сильно повезло, что у ребят из Грузии 0 очень похоже на О. Это не О, это 0. Но у них такой шрифт, что кажется, что это О. Меня уже останавливала полиция, спрашивала, что за буква вот эта посередине. Потому что если это было бы О, значит, это нелегальные номера. И тут кто-то, кого-то хочет обмануть. Если говорить дальше про машину, я могу вам сказать так, что именно по дизайну она мне нравится больше, чем F90. Почему? Я очень сильно люблю купешки. После шестерки я понял, что купешка это все-таки мое. Я чувствую, что эта машина именно моя. Там никто не будет сидеть посторонне. Все, два места. Это хорошо. Поэтому я надеюсь, что все мои следующие машины будут именно купешками. Понятное дело, она немножко устаревает в плане оптики, в плане некоторых моментов. Но правда, это не критично. F90, понятное дело, что во всех планах лучше. Но я ее ввожу намного спокойнее на душе. Когда ты водишь машину, тем более, может быть, где-то рискованно, может быть, где-то ты на площадке дрифтишь, у тебя осознательно намного больше опасности и страха в том, что ты ее ударишь. Если эту машину я ударю, я не буду настолько сильно огорчен, если бы ударил бы F90. Поэтому для меня эта покупка является как тренировка к дрифту. Эта машина создана для дрифта. Это не мои слова, это слова просто всех тех людей, которые интересуются машинами, которые занимаются машинами и которые снимают машину. Ну и самое главное, что эта машина дает возможность сделать то, что я бы не сел бы на F90. Ну, мне кажется, что эта машина покупается для того, чтобы именно делать так. Прямо едет другая машина. М4 должна ехать всегда боком. И, понятное дело, потом машиномонтаж. Потому что у нас ничего не осталось. Ну и самое главное, что внутри этой машины. А здесь есть немножечко кастома. Начнем с капота. Он кастомный и называется GTS. Для меня это мало что значит, но выглядит красиво. Поэтому сойдет. Здесь более увеличенный кулер для охлаждения. Дальше стоят здесь интейки. Это охлаждение, опять же, машины, чтобы она бы всегда бы дышала. Это стоит какую-то определенную сумму, но это все шло в подарок из США на аукционе. Это очень хорошо. Ну и понятное дело, здесь просто максимально симпатичные диски. Мне они очень нравятся. Когда машина чистая, белая на черном, выглядит максимально солидно. Это, понятное дело, тоже кастом. Мне это очень нравится. Мы на сайте GGDrop и тут вышло обновление. Появились новые кейсы UEFA 2020. Футбольные кейсы абсолютно бесплатны. Подробные условия получения кейсов ищите на наших страницах ВКонтакте, Инстаграм и Телеграм. Открываем группу А. И да, они действительно бесплатные. Нажимаем открыть и нам падает АВП древесная гадюка за рублей 300. В скобочках 123. Я это продал и прокрутить еще раз кейс я уже не могу. Но если я подпишусь на социальные сети GGDrop, то все изменится. Здесь активно публикуется огромное количество промокодов. К примеру, прямо сейчас тут есть промокод, который даст 32% к пополнению. Ну а также по нажатию кнопки подарки действует акция «Летнийский напад». Первые три призы вы получите за 150 рублей, а все остальные за 1000 рублей. Ссылочку на GGDrop я оставлю в описании. Ну а мы идем дальше. Если говорить про эту машину внутри, то здесь кастома поменьше. Здесь кастома только лепестки. Больше здесь ничего нет. Но есть проекция, есть руль. Мне он очень нравится. Это, наверное, самый красивый руль после Мерседеса. Вот у вас сейчас на экране тот руль, который мне очень сильно нравится от МГ. Вот, этот руль очень выглядит спортивно и даже более приятный по дизайну, чем F90. Но по тактильности, понятное дело, F90 никак-то не проиграет в этом плане. И разница только этих двух машин в том, что та более технологичная, безопасная и красивая, наверное, как в некоторых моментах. А это именно какая-то игрушка. Я, честно, воспринимаю эту машину как игрушку. Я не знаю, почему так. Но это, мне кажется, шикарно. И самое главное, что я получаю эмоции от F90. Я перестал получать эмоции после недели. Я первые эмоции получил, когда сделал первый ланч-контроль. И все остальное это было окей, едет и едет. Она максимально стабильная. Она M5 F90. Запомните на всю жизнь. Я запомню это сам на всю жизнь. Это самая лучшая машина, которая возможна, наверное, в этом ценовом диапазоне. Очень хорошая машина. Ну, кстати, я сделал большую ошибку, когда купил M5 F90. Во-первых, я пересел на M5 с шестерки, где был 3.0, 300 сил. И переходить на машину, где 625 сил в стоке, это была ошибка. Потому что я не полностью реализовал ее потенциал. Я ни разу в жизни не выехал в повороте, в дрифте. Ни разу. Я боюсь это делать. Ну, что тут рассказывать? Музыка Harman. Хорошо звучит, более-менее. Много карбона в машине. У нее карбоновая крыша, два места. И все. В целом, на этой машине нужно сидеть не в салоне, а в сервисе. Поэтому мы едем туда. Примерно так выглядит наша покрышка. После небольших приключений. Прямо сейчас ей уже занимаются. И самое интересное, это то, сколько это стоит. Внимание. Работа шиномонтажа здесь стоит 2 слар. 2 слар это 450 рублей. Это два колеса. В России каждое колесо стоит 1000 рублей. То есть экономия здесь X4. И дальше. За шины в России я плачу 8000 рублей за одну шину. Здесь я заплачу ее. Здесь очень часто сигналят. Здесь сигналы, это как третья педаль. Каждый раз, каждый раз. Одна миллисекунда, ты опоздал, тебе сигналят. Что-то ты сделал не так, тебе сигналят. Ну и насчет шин. Здесь стоит одна шина полторы тысячи рублей. Именно в том состоянии, которое мы взяли. В России эта сумма 8000 рублей. Ну, максимум найти вот прям самую дешевую, это 6000 рублей. Чтобы она была бы нормальной. То есть в итоге заменить полностью две шины с работой в Грузии составляет 140 лар. Либо 3100 рублей. В России эта сумма составляет 18000 рублей. То есть в 6 раз, а тут дешевле. В 6 раз. Давайте даже если возьмем, ну, где-то подешевле найдем место. Ну, за 14000 это уже очень дешево для России. А здесь 14000 это очень дорого. Кстати, насчет штрафов. Как здесь их оплачивать, как они выглядят и сколько они стоят за нарушение. По скорости или за разметку. Давайте смотреть. Что насчет штрафов. Здесь они очень интересные. Во-первых, они чуть дороже, чем российские. Ну и плюс здесь можно увидеть то, что это вы нарушили. А не кто-то другой, либо это какая-то ошибка. Вам показывают видеопруф. Вы просто вписываете ваш номер техпаспорта и ваш номер. Дальше вводите капчу и нажимаете на поиск. У меня есть один штраф, который я не оплачивал для этого ролика. Я его получил 4 июня. И я не только могу видеть всю информацию, когда это было, где это было, но еще и как это было. Вот, я пересек одну сплошную и за это и получил, понятное дело, штраф. А штраф в размере 20 лари. Если перевести эту сумму в рубли по текущему курсу, получается 450 рублей. У меня есть еще один штраф. Это уже на других номерах, пока я не поставил шок. Но сумма тут 50 лари. Это нарушение по скорости. Тут уже нет видео, здесь есть хороший скриншотик, где все отчетливо видно, что за рулем был я. Номера были мои. Место показано, время показано. Но если же оплатить штраф в течение 10 дней, то вы получаете скидку в 20%. Дороже, чем в России, это по факту. Больше камер, чем в Питере, это по факту. Выглядит очень интересно, понятно и сразу с пруфами. Мне кажется, это прогрессивно и очень-очень современно. Так, короче, моя ставка. Она едет не так хорошо, как должна ехать. То есть, ну ей сколько уже? Шесть лет. И пробег у нее 110 тысяч. Это многовато. Моя ставка, что 0,100 будет около 5,2. 5,4. А 100-200 будет около 7,9. Не было зацепа, мы просто крутим. Мы до сих пор не в зацепе, по сути. Полиция. Полиция, да. Ну, 0,100 мы сейчас замерим, но это было очень плохо. 0,106,8, ну типа это ужасно. Так, пробуем сейчас без ланча. Раз, два, три. Короче, ты видишь, что она слишком... Очень виляет. Сразу не цепь, наверное. Да, она не цепь. Погнали. Ну, сейчас зацеп есть. Мы сейчас... Мы не словили зацеп. 0,100, 5,4. А, 0,100, 5,4 с таким говно зацепом, это уже хорошо. Ну, мы просто бернаутим. Я и пишу, так вам говорю. Но это вообще не то. Что не так? Короче, у нас лучше пока 0,100, это 5,4. Кошмар просто. Она очень плохо едет. Ребят, замеряем 100-200, погнали. Показатель. 100-200, 9,4. F90 ехала на стоке 7,1. То есть 2 секундная разница с F90. Короче, что у нас получилось? Она показывает не лучшие цифры. 100-200 получилось лучше 8,8. Когда сток должен ехать вроде... У вас цифра на экране. Я уточню. А 0,100 едет 5,38. Сток должен ехать 4,1. Короче, показатели чутка не те. Пробег очень большой. Возможно, тут дело в свечах. Поэтому сейчас поедем менять свечи. Посмотрим, что будет. Возможно, при пробеге 110 тысяч их ни разу не меняли. А их нужно менять раз в 50 тысяч. А, ну и плюс у нас шины, возможно, в говне. Потому что мы купили их за 3 тысячи рублей. Короче, что-то с ней не так. Будем искать. Она должна ехать лучше гораздо. И ловить за цепь. Потому что сейчас этого просто нет. Прямо сейчас мы находимся немножечко в открытом пространстве. Потому что мы приехали на трек. Что делать еще, кроме трека на М4? Поэтому сейчас мы начинаем дриптить. Погнали. Я ставлю вторую. В Грузии находится огромный автомобильный центр. Где можно получать права, сдавать экзамены на права. Покупать машины, переоформлять их. Ну и самое интересное. Выходить сразу же после того, как ты получаешь права на трек. И здесь цены очень-очень приятные. К примеру, 20 минут покататься на этой площадке для дрифта стоит всего лишь 500 рублей. Как по мне, это хороший ценник. После этого в 5 минутах находится шиномонтаж. Где мы поменяли шины. Здесь уже получилось подороже. Мы потратили на замену шин плюс работу 7000 рублей. Ну и на следующий день, в этом же автомобильном центре, мы поехали на трек. За 1500 рублей вам дается возможность прокатиться как можно больше кругов на треке. Трек шикарен. Много поворотов. Есть прямая. И он не короткий. Понятное дело, было все прекрасно. Мы катались, радовались. Но в конце я зашел в какой-то кураж. И решил дрифтить на каждом повороте. И закончилось это не самым приятным моментом. Но, к счастью, ничего не произошло. Все обошлось. Максимум камни залетели в суппорта, колеса и в тормоза. Кстати, именно так выглядит процесс выброса камней из машины. Разгоняешься, тормозишь в пол. Едешь назад, тормозишь в пол. Немного зигзага и камни вылетают из машины. Ну и сейчас самое интересное. BMW Fest. Как я вам уже говорил, в Грузии культ BMW. И их здесь очень много. К примеру, здесь был недавно побит рекорд. Где собралось в одну колонну более 850 BMW в одном месте. Но мне кажется, что на этот раз их стало чуть-чуть меньше. Сейчас здесь будет побиваться рекорд. Потом начнется дрифт мероприятия. И дальше будет выбираться самое красивое BMW. Мы сюда приехали как обычные зрители. Ну, потому что у нас один час был. Просто решили поднимать. И мы приезжаем. Нам говорят. Ребят, у вас красивая машина. Идите помойте ее. И встаньте в парковку. Это где встречаются самые красивые машины этого Fiesta. Но в итоге я не помыл машину. Потому что после трека, где мы упали в Граве, я ее не помыл еще. Поэтому, понятное дело, мы участвовать не будем. Хотя, наверное, шансы были. Понятное дело, здесь больше встаньки BMW. Всякие E39, E60. Но эмок достаточно. Обычных BMW тоже. Выглядит все симпатично, правда. Прямо сейчас мы находимся в городе Батуми. Это Черное море. Все, как это получилось. И мы просто искали место, где можно замериться 100-200 и не нашли. В итоге доехали до этого города. Поспали и сейчас возвращаемся в Тбилиси. Кстати, насчет того, как грузи здесь озналивает и проверяет на алкоголь. Давайте смотреть. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Да, сейчас. Сейчас. Чуть-чуть еще. Еще раз, еще раз. Трезвый, как стекло Все, спасибо, до свидания Да, они всего лишь попросили у меня мои права Я подул в трубочку И это заняло 40 секунд Все, я свободен Это очень быстрый, респект за такой скорость и оперативность Если же я был бы пьян То это лишение прав на полгода И машина на штрафстоянку По результатам 100-200 лучше не стало Я думаю, что ее нужно просто перепрошить И все будет нормально Я об этом запишу новый ролик, если этот ролик зайдет Если нет, то просто расскажу об этом в инстаграме Я на этой машине переезжаю в другую страну Я ее отправляю на пароме по Черному морю В другую страну, не буду говорить какую Но тут вариантов мало Ждите новостей в телеграме и в инстаграме Я решил пожить, экспериментировать Что будет, если я проживу на несколько месяцев На этом я заканчиваю Спасибо большое каждому, кто посмотрел Я очень доволен покупкой И опять же, как я и всегда говорил Этого бы не было без этого канала, без твоего просмотра Спасибо тебе большое И я надеюсь, что я тебя не разочарую Опять же, я это говорю Я пытаюсь сделать что-то интересное Что-то полезное в ЭКСГО комьюнити Спасибо большое С тобой был я, Эрик Шоков А я еду в Тбилиси И через неделю переезжаю в другую страну Все новости будут в телеграме и инстаграме Пока